Здесь два варианта. Первый, ну, закупить можешь не только ты, а я, потому что одно дело с себя на камеру снимать, а другое дело с человеком. Поэтому у нас есть первый вариант, когда мы оба это всё снимали, но есть крайний вариант, который идёт как дополнительный план, это когда мы просто задаём тебе вопрос, и ты на них отвечаешь. Ну хорошо, ну ладно. Я не знаю, в принципе, у меня девушка всегда думает, что я очень плохо говорю или что-то объясняю. Ну, давай, не переживай меня. Я когда свой YouTube смотрю, у меня там, да, прикольно, какая веселья. Было бы хорошее видео, если бы тебя искать. У тебя сейчас оборот 2 миллиона, верно? Верно, уже 3 миллиона. Окей, год назад был 150 тысяч, правильно? Да, это правильно. Смотри, мне интересно будет поговорить с тобой не с точки зрения того, что было во многих уже интервью и прочего, не тебя, а общий селеров, а интересен общий путь, потому что обычно все говорят о том, что, ну, вот такие-то товары мы продали, вот там мы взлетели, а на этом как бы всё. И многие ребята, которые будут это по итогу смотреть, ну, типа, интересно, когда у тебя есть результат. Но гораздо интереснее, особенно у тебя, когда он случился, там, не 5 лет назад, и ты понимаешь о том, что было до этого, и, скорее всего, помнишь какие-то важные истории, которые случались. Вот интересно всё, что было, соответственно, за всё это время. И именно об этом сегодня их чувствую поговорить. Смотри, у меня есть первое, единственное уточнение. Это благодарность от меня лично, потому что в момент, когда мы с тобой познакомились, ты же пришёл с Ютуба, правильно, на дизайн? Да. Ты посмотрел видео, и я даже вчера посмотрел, сколько тогда было подписчиков. Если сейчас канал превратился в такой достаточно неплохой бизнес, с которого идут множество заказов, то тогда, когда ты приходил, было 112 подписчиков. И это, кстати, к вопросу о том, что не будешь что-то начать делать, даже если у вас мало всего, то рано или поздно не принесёт результат. Ты только начинал, да? Ты же вообще дизайнер, мне кажется, инфографикой занялся где-то. А ты был, наверное, одним из первых десяти клиентов, которые тогда пришёл, потому что я снимал в общем про дизайн, а потом пришёл ты, ещё там несколько, я такой, типа, окей, будем инфографику снимать, кажется, это лучше получается. Окей, когда не было миллионов оборотов, и магазин начал удваиваться, помнишь, как это было? Он начал удваиваться постепенно, то есть, наверное, не было прям резкого скачка. У меня сейчас каждые, наверное, три месяца x2, то есть, он стабильно удваивается. Но вот основные факторы, которые, наверное, повлияли на то, что он каждые 2-3 месяца стабильно удваивается, это то, что... Ну вот я смотрел, как раз перед интервью, я анализировал, я понял, что там топ-5 товаров, которые мне делают больше всего выручки, были найдены необычным там, ну, стандартным поиском через mp100 и так далее. То есть, я их нашёл через какое-то там особенное усилие, которое, наверное, другие не делают. Вот, к примеру, там... А, я не буду, наверное, говорить про конкретный товар. Ну, в общем, как пример, просто приведу, что как-то раз на канале Mpastats, я просто смотрел весь канал Mpastats, то есть, когда я начинал, я просто каждое видео смотрел, каждое видео конспектировал, у меня до сих пор там конспект в Ворте есть. И вот как-то раз на канале Mpastats, Gala Goldberg, Burland Review, у Игоря, по-моему, такой... Не про семена который? Да, про семена. У меня тут прям отдельный есть момент, потому что, когда мы стартовали, я начинал там свой путь на зоне с наборов, просто как интерес. Потом мы, когда стартовали уже непосредственно в нормальном формате, с заказом из Китая и прочее, мы тоже, помним, была история с тем, что у меня партнёр говорит, типа, давай продавать вещи, это же вообще топ, вот леггинсы за 100 рублей возьмём, сейчас продадим за косарь. И я помню, что я тоже сижу ночью, там уже, ну, а я до последнего, одежда нет-нет-нет, потому что, ну, одежда такая странная история очень. И я тоже помню, я наткнулся на это интервью, оно не самое, там, давнее даже. И я помню, что я смотрю его до конца и понимаю, что я как будто бы весь Wildberries, ну, и весь, там, поиск товаров прошёл. Потому что все обычно ищут какой-то, типа, знаешь, как мне иногда пишут, типа, подскажите вот конкретный товар, но его же не существует, типа, ты, в принципе, с любым видишь топ, блин, главное понимать, что это. Да, и вот, и вот, и что был момент, это было его первое интервью, он только начал появляться вообще в публичном пространстве, и он рассказывал там про определённый метод, как бы, поиска товара через свою таблицу, если ты помнишь. Да, да. И вот он к этому видео не скинул таблицу, то есть, первый раз в видео было, он, конечно, не скинул таблицу. Я пробил, то есть, вот, его имя и фамилию через Яндекс, нашёл его ВКонтакте, там, написал ему огромное письмо, там, пожалуйста, отправьте, только начинаю. Да, и у меня до сих пор она сохранилась там, 300 тысяч, у меня оборот, помогите, пожалуйста. Вот только он меня там скинул, я вам подарил стикер, и вот через эту таблицу я нашёл топ-3 товара по выручке, и, то есть, даже это не товар, это категория, в которой я закидываю всё больше и больше товара. То есть, я её один раз открыл, один раз воспользовался, и с того момента я продолжаю, 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 ну, то есть, это вот ключевой момент, не то, что мне повезло, а то, что я заметил, там, там, под видео писали, там, в комментариях, ну, отправьте, пожалуйста, отправьте. Это, пожалуйста, написал, ну, может, не читал, не отправлял, я просто ему личное сообщение написал, вот основная идея, что хотел сказать, что, ну, нужно прорабатывать все варианты, и, как бы, можете сказать, идти до конца, и вот это вот, это вот реально работает, то есть, у меня там не получалось, и ты прям понял, что тебе нужна, я ему написал, и, соответственно, получил результат. Вот это, наверное, основной момент, может, ты в любом бизнесе и в жизни. Ну, да. А ты ДВП что-то делал? ДВП? Нет, нет, нет. Вообще ничего. Я учился, я, ну, как, я до сих пор учусь, собственно, тоже не так. Мы можем назвать твой курс и специальность? Да, четвёртый курс в горном университете нефтегазовое дело. Что говорят учителя? Знают? Преподаватели? Ну, они не знают, нет, 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 я, в принципе, и по-прежнему хорошо учусь, там, у меня вот, буквально, была первая тройка в семестре по экологии в прошлом, а так у меня 4-6 средний балл, что, в принципе, достаточно высокий, то есть это топ-30-20% группы. Ну, однокурсники, я так понимаю, Матвей с тобой учится? Да, Матвей, который у тебя тоже учится со мной, но он со мной в факультете учится, он, там, добыча газа, у меня разработка, типа, добыча на шельфе полезных ископаемых, ну, примерно мной тоже. Ну, да ничего не говорят, я стараюсь не офшировать это на самом деле, просто, ну, там, знает, знает ближний круг буквально, и от греха подальше я, по крайней мере, я всем говорю, что, если у вас, если вот, ну, я готов помогать, то есть я, как бы, кому-то подхожу, то есть, кого я знаю, что, в принципе, адекватные люди, я всем говорю, вот, я готов помогать, там, на самом деле, я по статистике заметил, что никто, почему-то, не знаю, бояться, может быть, ну, я ко всем, короче, подхожу. Один Матвей, короче, такой проливной парень оказался, и, в принципе, у него тоже уже есть результаты. Ну, вот, окей, смотри, про, опять же, поиск товара, и только его искать, там, я как-то сказал, прикольную штуку о том, что, ну, поиск товара, это не только импостат, и все, что с ним связано, тем более, что его получить, там, ну, достаточно тяжело поначалу. Неважно, планируешь ли ты в дальнейшем выйти на Marketplace самостоятельно, или же просто ищешь для себя новую и востребованную профессию, эта рекламная интеграция будет для тебя, потому что в ней я расскажу тебе немного больше о моем интенсиве по дизайну инфографики, где всего за 6 дней ты сможешь начать зарабатывать на дизайне и освоить его профессионально. А если же планируешь выйти на Marketplace как поставщик, то это будет тебе необходимо, потому что стоимость инфографики может доходить, короче, 6-7 тысяч рублей за 5 фото, а ты научишься делать ее самостоятельно и сэкономишь время на этом. Ну, а если же ты все-таки ищешь новую профессию, то тогда я готов предложить для тебя проверку домашних заданий, старт интенсива прямо сейчас, потому что он находится в записи, и помимо этого на протяжении всего обучения у тебя будет возможность задать мне вопрос лично в Telegram. И это самое важное, потому что мы не бросаем новичков и помогаем им во всем, начиная с того, какую кнопку нужно нажать, и заканчивать тем, что же сделать, чтобы клиентов стало больше. Вот примеры отзывов с нашего интенсива, и что самое важное, у нас нет ни одного негативного отзыва за все время. А вот примеры работ нескольких учеников. Я думаю, что здесь можно не говорить дальше, все за себя сказали отзывы и примеры работ, поэтому переходи по ссылке в описании, оставляй заявку на интенсив, получай приглашение на почту и начинай прямо сейчас. Интенсив можно оплатить карту на сайте, либо же в рассрочку, и платить за обучение уже с текущих заказов. Что же, до встречи, а давай переходите дальше к ролику. Те, кто захотят, найдут лайфхак, как его на три дня получить через поиск прос. Но MPStat, это, опять же, один из. Второй, я помню, ты мне рассказал, что классная штука, когда ты просто листаешь тот же самый 1688, либо что-то похожее, и у тебя просто идет по отзывам и по количеству заказов. Что еще есть из такого, где можно это сделать? Вот недавно буквально товар завел, я просто искал на Амазоне. То есть я как делал? Я просто нашел категорию, в которой хотел бы продавать, и эту категорию начинаю смотреть, какие есть товары на Амазоне, какие есть товары также на Валбрисе, и потом уже углубляюсь в категории, потому что вот есть какая-то обширная категория, и в ней может быть, может не находиться более узкая категория. Не хочу опять же назвать, какие-то примеры назвать, ну, в общем, представьте, не знаю. Вот, к примеру, ладно, губки для автомобиля, это большая категория. Там может быть губка, которая полировать машину, губка, которая мыть там с мылом машину. То есть совершенно разная, может быть, и именно если... Я как делаю? Я проваливаюсь, я смотрю, что есть такой товар, он является не губкой для авто, как бы, ну, подразделением губки для авто. Я именно ищу товары в подразделении категории губки для авто, проваливаюсь в их основной запрос на ВМП Статус, и уже смотрю, как бы, статистику по этой категории, которой по факту не существует. Вот, то есть это отдельная категория. И очень часто, то есть селеры, то есть смотрят по категориям, куда заходить, а это, по сути, мини-категория внутри категории, которая, по сути, как бы не существует. И у нее могут быть очень хорошие показатели, такие как выручка на товар, высокое там, маленькое количество товаров и очень много товаров, которые делают продажи. Но ты же так и выбираешь, что у тебя в основном идет мелкая ниша, у тебя же нет товара-локомотива, я так понимаю, даже полмиллиона нету ни на одном товаре. Это осознанное дело, на самом деле, потому что есть товар-локомотивы, который миллион, может быть, я чего-то не знаю, но мне кажется, что там достаточно сложно сделать большую рентабельность. То есть я, чтобы расти, у меня была стратегия сделать много товаров, их правильно оцифровывать и вести правильный учет, чем я сейчас занимаюсь, и получать максимально большое количество, как бы, ну, рентабельности, да, с вложенного капитала, чтобы максимально ускорить рост. Потому что сложно, там, если у тебя нет больших стартовых, там, большого стартового капитала, там, 5 миллионов, там, может, миллион, очень быстро стартануть. И поэтому вот у меня X2, там, каждые 3-2 месяца. Вот такая стратегия. То есть это осознанное дело. Окей, смотри, сейчас это 1688 только, я правильно понимаю? Что было до этого, в самом начале? В самом начале? Я, наверное, же не оно было. Да, я в Albrecht был особо не развит, то есть это было бы, считалось, с первым годом, лето. Полтора года, я так понимаю, назад? Да, 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 где-то полтора. Вот я закончил второй курс, и перед третьим курсом летом что-то я просто ввел видео про Albrecht, то есть там никто не понимал, может, Левочка Пченко только начинал тогда вот это ввести. Все, и я, ну, то есть, я не знаю, я всегда до этого читал какие-то книжки про предпринимательства, думал, что я такой крутой предприниматель, типа, потенциале буду. И тут вот, как бы, открылась возможность самому себе показать, ну, я норм вообще реально или нет. И вот тогда уже как-то в реальности было немножко страшновато, конечно, начинать. Но я как-то начал, искал товар очень долго, там, где-то недели-две, наверное, искал, уже отчаялся, потому что я не знал ни про закупку из Китая, а в России очень сложно найти товар, которым выгодно там продать, ну, где хотя бы можно сделать по прибыли, не знаю, по рентабельности на 50%, если в России покупать, ну, это очень сложно. И просто каким-то чудом я уже все отчаялся, я уже подумал, что все, ну, наверное, нужно заканчивать. И у меня вот есть такая философия, что, ну, если уже все, ну, и дело идет к концу, то нужно хотя бы попробовать, ну, хотя бы что-то сделать. То есть, какое-то хотя бы движение, чтобы было, чтобы я просто, ну, уже самой предсобой было стыдно, если честно, что я бы не попробовал реально, потом бы засыпал, наверное, неспокойно как-то, переживал, что по итогу-то я оказался предпринимателем таким классным, как я думал, потенциально. И я заказал настольный, то есть я наш, искал, искал, искал товар, и потом наткнулся на настольный защитный экран, это как клеенка прозрачная на стол. Я подумал, ну, вот, ладно, сейчас, может быть, с этим товаром получится. В Китае, естественно, не могут закупать. Начал искать, естественно, в России, кто может, ну, кто может предоставить. На Авито, начал через Авито искать, потому что через, на сайтах там все были перепродажники, которые не опытом работают, а там, ну, то есть от одной штуки, они там безумно дорого стоили. Нашел на Авито какого-то парня, который тоже был перекупщиком, но в итоге он мне перепродал вот эти вот настольные защитные экраны. И причем там достаточно выгодно, ну, я покупал, по-моему, 300 рублей за штуку и продавал там по 800 рублей. То есть мне удалось сделать там где-то 50% рентабельности с первого товара, который, у которого даже не было плеча доставки, который я могу здесь закупать и поставлять. Потом я нашел эти настольные защитные экраны еще более выгодно. Уже человек, который возит огромные рулоны из Китая, нарезает здесь и перепродает. То есть они там, цена опустилась одного, одной штуки до 150 рублей. 150 рублей. Это я потом, я вообще сидел, понял, что как бы здесь можно двигаться и с тех пор начал. Но это точно не было за неделю. То есть я постепенно там смотрю, запустил, вот товары, продажи пошли. Я подумал, запущу и все, все, забуду про это. Типа, типа сделал, сделал, но не бросил на полпути. Типа я крутой все равно. Запустил я смартфон, там сначала продажа там 4 тысячи недели, потом 10 тысячи недели. Я уже понял, что здесь есть как бы, здесь есть наживка, как говорит, здесь прибыль. Можно здесь и дальше. Помнишь, сколько был бюджет на старт? Первая закупка, ну, 15 тысяч. Ну, конечно, я потом докладывал. Просто это, по-моему, мне, наверное, не все деньги, но просто те деньги, которые я был готов потерять. Ну, то, что я вообще не понимал. Ну, и по плюсам, правильно? Да, я докладывал стабильно. То есть я даже не знаю, вот мне спрашивают, с какими я стартовал, а я не знаю, с какими я стартовал. Потому что первая закупка была на 15 тысяч, но потом, когда я понял, что это идет, я продолжал, я продолжал тратить свои деньги. Потом попросил денег у папы, пап мне не дал. Ну, это папа, в принципе, мог дать, но не дал. И я что-то тогда подразумевался. Потому что папа сказал, ну, так в шутку говорит, говорит, ну, давай ты тогда в доле, короче, 50%. Я сказал, нет, папа, он подобиделся на это. И вот такой, ну, глупый какой-то конфликт. Ну, даже не конфликт, просто, ну, с клока небольшая произошла. Я сказал, ну, тогда ладно, все, я сам. У меня вот были 50 тысяч, всякие деньги у меня были. Я потратил тогда на закупки, на закупку шейные. Это вот был значимый очень скачок. То есть я продавал какие-то вот эти настольные защитные краны здесь, чуть-чуть еще там товар изделия продавал. Но все это не особо, как бы, важно. Не особо много приносило все равно. Невозможно было, как бы, очень-очень резко начать расти. То есть были продажи, но не было резкого роста. И тогда мне девушка подсказала, что можно заказать товары шейна. И вот это первая закупка, я там заказал самые дешевые товары, ну, то есть какие только мог найти. То есть я просто выбрал все товары на шейне, которые дешевле 100 рублей, просто всех отсмотрел там, 5-х позиций отсмотрел реально и нашел тогда свои там топовые товары, которые вот были, в принципе, мне первые достаточно там плюс 100 тысяч, если ты прибыли в месяц, вот это товары шейны были. Блин, меня вот именно поэтому сама тема маркетплейсов и не привлекает настолько сильно, как, допустим, какие-то еще сферы. Потому что все-таки это история про то, где ты вечно докладываешь. То есть у меня, по-моему, была и физическая история, у меня химческая обувь когда-то была с партнером. Но даже там нету такой истории, что тебе, чтобы расти, нужно вечно докладывать вообще все, что есть. У меня почему-то есть всегда ощущение, что если ты стартуешь, твой первый миллион будет через год, но вот до этого времени, понятное дело, чтобы заработать миллион, ты еще миллион должен вложить. Поэтому вначале его надо как-то заработать. И есть ощущение, что денег ты не видишь первой там кучу времени, и, соответственно, ну, а вытягиваешь, ну, тогда и остаешься на этих 100 тысяч. Я не знаю, для меня это уже как, не знаю, не то чтобы как игра стала, но это просто какая-то забава такая, которую я делаю как хобби. То есть я, правда, я не трачу деньги на себя, но вот эти вот все одежды, это у меня куплены была. Так что я максимум, что купил, ну, там, подарок какой-то девушке, там, айфон купил, и это максимум. То есть не трачу деньги, не просто, просто весело чем-то занимаюсь. Знакомлюсь с людьми интересными. Ну, а говоря о рентабельности, на деле, когда была история с тем, что ты уже начал что-то вытаскивать? Вот, и, ну, давай, допустим, так, у нас сейчас есть условный, там, миллион рублей. Сколько, по сути, можно из него вытащить, чтобы ты в какой-то момент, при условии того, что у тебя супер маржинальные товары, и, так говоря, там где-то и 10x иногда бывает, без учета, я так понимаю, сборки и всего остального, именно закупки и доставки до сюда. Вот, а сколько по итогу с миллиона вытягивать можно? Ну, то есть вот эта история, мне кажется, волнует каждого, потому что все думают, что мы сейчас миллион заработаем, станем миллионерами. Но это же вообще не так работает. Ну, если мы говорим о чистой прибыли, да вытаскивать можно, ну, блин, просто если есть какие-то оборотные средства, да, то есть держится, там какой-то миллион рублей, ты фикс держишь из этого миллиона, ты оборачиваешь и каждый месяц чистую прибыль вытаскиваешь, ты не растешь, то это, наверное, неплохая стратегия, там, на год-два. Просто, просто я даже об этом не думал, потому что я говорю, я не вытаскиваю на себя деньги, потому что это, ну, это не моя стратегия. Мне, я получаю большее удовольствие, там, драйва от того, от того, что я вот очень-очень резко расту, это, в принципе, основной, как бы, мой фокус внимания. Но, ну, говорю, ну, то есть, если бы я вытаскивал с миллиона 200 тысяч, не было бы проблем, я думаю, то есть это никаких проблем, ну, там, как бы 20% от чистой прибыли забирать и на них жить, в принципе, предпевающе, так делают многие. Ну, говорю же, просто я хочу немножко действовать по-другому, не так, как другие, поэтому я вкладываю все, то есть, то есть, хочу быть, я сейчас топ-3% селлер по выручке, топ-1 и топ-0-1. Это Федор Овчинников классно в Коджи подкасте рассказывал, у него была история про то, что, ну, владелец Додос, соответственно, всей сети, он классно рассказывал про то, что у меня зарплата 200 тысяч рублей в месяц, все остальное это деньги компании, я никакие дивиденды не укладываю, потому что для меня это игра, то есть, есть же игра там на компьютере, а есть более сложная история, давайте мы пиццерию в Америке построим, ну, вот это же классная игра, гораздо интереснее, чем просто там деньги какие-то с этого вытянуть. Помнишь, почему именно ВБ было? На тот момент был и Озон, и индекс-маркет, понятно, почему там минималка, но есть еще Озон, почему ВБ? Я не знаю, вот просто, возможно, посмотрел какой-то, какой-то, я ничего не понимал вначале, просто посмотрел первое видео, там человек продавал на ВБ, я подумал, ну, нужно заходить на ВБ, я даже не знал, по-моему, что Озон существует, ну, то есть, на тот момент, просто нашел, потом начал смотреть канал, там, был такой Лео Шевченко, и он сейчас очень успешно, в принципе, продает свои курсы и записывает видео. Ну, в общем, просто потому, что они рассказывали про ВБ, я начал продавать на ВБ, то есть, такая логика. Да я не усложнял особо, потому что я был тогда второкурсником, только второй курс начал, как-то начал что-то делать. Про второкурсников, я так понимаю, это до сих пор, основные сотрудники, те, кто упаковывают товары и прочее, это твои однокурсники, соответственно. Это с моего вуза, ребята, да, да, с кем-то я познакомился на войну, ну, вот я закончил войну кафедру в вузе с ними, в основном там познакомился с ребятами, с кем-то познакомился, там, однокрупники, да, да, вот не знаю, как будто сейчас диплом писать, наверное, будет сложный, сложный момент, никто упаковывать не будет, но тогда все друзья, все ровесники. Не знаю по поводу найма просто из, как-то тяжело с этим моментом. Пытаюсь обучить просто ребят, которых я знаю, которым доверяю. Какая зарплата в среднем у человека, который упаковывает товарь? Ребята... И по этому за штуку, правильно? Да, да, да. Девочки, которые хорошо работают, 4-500 в день, то есть это спокойно получают. С учетом того, что я их кормлю, там, все, все условия. По упаковке. У тебя квартира долгое время была, либо она и сейчас есть, в которой вместо склада? Да, да, да. Возил товар действительно на квартиру, вторая родительская. Сейчас, буквально завтра, буду перевозить все товары в торговый ангар, в ангар, где будут храниться. Там уже планирую вести более четкий учет товаров. Ну да, в начале началось с квартиры. Возможно, ну просто она как бы близко ко всем и удобно. Возможно, буду хранить товар на складе и каждую новую упаковку перевозить просто в фиксированном количестве товаров на квартиру, уже предварительно пересчитав, чтобы вести учет. И там будут девочки и мальчики паковать. Про упаковку. У меня тут была задача упаковать 300 товаров. И это, ну, достаточный ад, даже когда их всего 300. Понимаете, что квартира отдельная, и ты там не живешь и все остальное, но, я так понимаю, там тысячи товаров проходили через меня. Да, да, уже четыре. Я видел видео, мы его здесь покажем, как пример просто того, как это обычно выглядит. Как это вообще? Ну, то есть, у тебя гигантская поставка, вот, например, идет. Там же, ну, пройти нельзя. Как вообще это выглядит? Сколько людей в этот момент в этом участвуют? Там реально не пройти. Квартира достаточно небольшая, 51 метр квадратный. Я просчитал, в принципе, что там три человека, девочки могут на кухне с сериалом и неплохо пакуют маленькие товары. В большой комнате парни пакуют большие товары. Вот. Ну, блин, стараемся как-то оптимизировать все это, если честно. Сначала думал, что максимум там 2000 товаров на этой квартире, а потом уже до 5-4 смогли делать просто целеграмотно, там, настроить все это, там, выносить запакованный товар, там, город запаковал, вынес в коридор, там. Благо, никто еще не жалуется. Вот по такой системе старое-сторое здесь. Рядом, что запаковал, опять же, и вынес, но, опять же, мы говорим о том, что у тебя до этого было сколько, в октябре, когда я смотрел, было 4000 всего проданных товаров. На моей памяти сейчас 26. На моей памяти. Если мы говорим про мелкий товар, ты за него так же сам платишь, и, ну, у него просто, там, опять же, тебе нужно продать мелкого товара в какое количество раз больше. Насколько это более гейморная история, вот, для начинающего, чем продавать, там, я не знаю, давай, пример, вот, допустим, я когда покупал, у меня миски есть, которые, в целом, там, на зоне в первый месяц выстрелили больше, чем на сотку. Но помимо этих мисок, в какой-то момент я понимаю, что я могу купить умные миски за, там, 3000 в закупе, но при этом они продадутся за 10 тысяч. И я понимаю, что, окей, ну, да, мне их там нужно меньше, они продаются меньше, но при этом я понимаю о том, что, блин, ну, это, там, особенно для старта, для начинающих парней, когда у тебя поначалу это твое время, в первую очередь, и упаковывать вот эти маленькие товары, и, соответственно, ну, нужно понимать, сколько это большие, возможно, проще. Вот, как ты это видишь? Я это видел с той точки зрения, что у меня не было денег. Я умел считать, в принципе, я подумал, вот, если вот сейчас я буду закупать товар по 10 юаней за штуку, то, ну, в принципе, старт, там, это, ну, где-то 150 товаров закупить, да, то есть 150 товаров, там, по 10 рублей за штуку, там, но это уже выходит, там, ну, 15, по-моему, тысяч, но это достаточно, ну, мне было непосильно набралось сумму денег вначале. Я просто подумал, что вот я сейчас закупаю, к примеру, товар меньше, чем я закупал вначале, дешевле, там, было правило, меньше 4 юаней. Это в чем прикол? Получается, ты закупаешь товар, там, за 30 рублей, и продаешь его за 300 рублей. Казалось бы, их 10, но на самом деле просто, там, 20% это комиссия налог, то есть это 60% уходит, 75% доставка, там еще 10 рублей запаковка, и у тебя получается, да, там, 100 рублей с товара, чистой прибыли, но ты вложил 30 рублей, то есть это большая рентабельность, в этом основной прикол. То есть на больших, ну, на дорогих товаров очень сложно сделать такую рентабельность, то есть, ну, вот это была основная, это была основная идея, то, что маленький товар, и плюс просто разделяло риски, то есть один товар не зашел, я закупил его на 15 тысяч, а мне больше денег нет. Ну, логика такая, да, чтобы просто по кормам купился. Много маленьких товаров, недорогие. Вот мне кажется, что для начинающих, если небольшие, просто небольшая сумма на старте, то это более, более разумно. Но если у тебя еще много свободного времени, я, 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 я там на выходных, у нас вот выйдет два выходных, мы на выходных бывало, там, все, с воскресенья, суббота, целый день, там, с середа вечера паковали, вот. Это когда я еще не имал сотрудников, то есть кто паковал, просто я сам паковал. Было как-то некомфортно приглашать в квартиру, паковали мы с девушкой. Ну, паковка это самая жесть, потому что я из-за нее снова сбил свой режим, потому что я такой поставил поставку себе и понимаю, что мне, во-первых, все в разборе пришло, а во-вторых, пришел вообще не тот товар, который я заказывал. У нас, причем, есть прикол сравнения, там, наших мисок, например, есть сравнение копии и оригинала, и там прям фотки есть, ну, то есть реально есть копии. Вот мне пришла копия, и ты такая смотришь на это и думаешь, да, елки-палки. В итоге, там, типа, в моем случае, это просто бессонные ночи и так далее. Но, смотри, опять же, если мы говорим про, ну, маленькие товары, которые стоят в дешевле закупить, ты же считаешь юнит-экономику, правильно? Да-да-да. Как ты учился ее считать? Блин, ну, куча видов, блин, это просто, просто какая-то... Ну, как минимум, давай сразу, Хогварт с маркетплейсом, где есть прям шаблон, где вы можете скачать, ссылка будет в описании. Я купил у них обучение, это достаточно, ну, вот, на всем рынке инфобиза по маркетплейсам, я считаю, что это одни из самых авторитетных изданий и, как бы, каналов. Я сейчас вот нанимаю менеджера и, в принципе, его обучаю, я купил ему обучение за, там, определенную сумму денег по обучению менеджера в маркетплейсах. Ну, вот это ребятам, которые я реально, как бы, доверяю, и у них есть свое обучение по оцифровке бизнеса, и вот на основе него я учился. Ну, в принципе, вся инфа там в открытом доступе, можно найти таблицу по юнит-экономике. Ну, по юнит-экономике у них прям пост есть, где они дают эту таблицу, конечно. Ну, что там считать, там, там, логистика, я считаю, логистику на товар как 75 рублей, она, в принципе, выходит так, потому что я считаю, ну, там же, там, Каледина, там, Краснодар, Зеленодольск по-разному стоят. Я просто смотрю, сколько в сумме за месяц потратил товар на логистику и делю на количество заказов. Получается средняя. У меня средняя выходит 75, то есть 75 рублей на логистику, там 16% комиссии, 7% налог, ну, то есть 23% там паковка и сама стоимость товара, вот вся юнит-экономика там. Можно, ну, там, не знаю, логистика, еще можно считать то, то, что там деловые лимиты отправляют в разные города, еще вот это вот там немного получается. А в каком плане деловыми линиями? Ты не везешь, условно, сортировочный центр в Питере в ВБ, а это работает так, что ты прям доставку заказываешь отдельную, в данном случае деловые линии, и они уже везут на склад. Дешевле или в чем? Или на ВБ так нельзя? Просто я в курсе про Озон, но не в курсе вообще про ВБ. Просто на ВБ там вот эти транзиты, там 3 тысячи стоят. Ну, не выгодно просто водить этот товар, если там 5 коробочек. То есть они, там за 3 тысячи транзит из Шушары там можно отвезти в Калейдино, в Краснодар, в Селенодольск. Не знаю, я просто начинал с изначальной деловой линии, отгрузил в начале, очень удобно. Я вообще всем рекомендую. Достаточно неплохая у них поддержка. Ну, говорю же, они просто... Там никак в Озоне. Не знаю, что в Озоне ты можешь там завести в какой-то город, и там оно автоматически все распределится, да, по всей России. Байоматбургского нет, они не увлекаются вот этим всем приколом. В этом-то прикол, что Озон-то вообще, как написали, то, что рано или поздно в Озоне пропадет история с тем, что ты сам будешь выбирать. И, в принципе, пользуюсь ВРЦ, где все, ну, на самом деле, достаточно удобно и понятно. Я, например, только ему пользуюсь. Окей, если мы пробуем с тобой разложить весь процесс покупки и, ну, соответственно, до продажи товара и все, что идет после продажи, отзывы и все остальное, как это примерно выглядит? Окей, смотри, попробуем разложить. Мы нашли товар, об этом мы уже, ну, более-менее попытались здесь обсудить. Я думаю, что многим, ну, хоть что-то стало ясно и понятно. По доставке ты пользуешься, соответственно, так же самыми какими-то внешними поставщиками, которые, соответственно, заказывают тебе 1688, в данном случае тот самый смешной китайец за голосовыми, и привозят сюда. А товар приходит в Москву, в Москве тебе его отправляют уже в Питер дополнительной доставкой, я так понимаю. Ну, дальше уже отсюда он отправляется на ВБ. Когда он отправляется на ВБ? Давай прям по пунктам. Мы берем его, закупаем, отправляем на ВБ. Что дальше, весь процесс? Опять же, заполнение карточки. Да-да, ну, я, я вот могу сразу еще раз порекомендовать, что я покупаю SEO, я научился его писать, посмотрел там все эти видео малых, которые с МПС. То есть я реально, я понимаю, ну, это, конечно, вообще ад, кучу, кучу времени потратил, но я понимаю, как работает SEO абсолютно. Ну, я его просто покупаю, потому что это супер, блин, времязатратная история. Ну, это и дешевая история. Даже в МПС-стате 3000 стоит, и оно в целом, если так разложить, то сколько тебе нужно потратить? Многие люди начинают искать все сами, и в целом, ну, наверное, это в какой степени нормально, когда это, допустим, там, я себя сам делаю, и в целом окей. Ну, а когда ты смотришь на это, ну, окей, у тебя товар в перспективе зарабатывает там сотни тысяч рублей, даже чистые, там, иногда за месяц, и, там, экономить 3000 на SEO, ну, зачем, займись ты своими делами. Да, согласен, я согласен, ну, просто вот я завезил много товаров, бывает там 10 товаров, это там уже 30 тысяч в целом ходит, но я нашел, могу вот всем паркендовать, Константин Фионов, достаточно известный сейлер, на МПС-стате вступает, у него есть канал свой в Телеграме, очень хороший сервис отзывы, очень хороший сервис выкупы, достаточно все неплохо делает, и также у него можно заказать SEO, делает намного дешевле, чем МПС-статс, и не хуже, не хуже. Просто МПС-статс, наверное, там, налог платит, еще интереснее. Ну, вам понятное дело, что МПС-статс это просто крупная компания, и ты туда обращаешься, просто когда, ну, ты, там, допустим, если мы возьмем на тот же самый дизайн, там все более-менее непонятно, ты смотришь, работаешь, заказываешь, тебе надо видео, ты смотришь, об этом скажешь, тебе надо SEO, ну, непонятно, типа, поэтому МПС-статс больше доверия в данном случае вызывает чаще всего. Они вообще эту всю тему в SEO подняли, они молодцы, ну, достаточно грамотно пиарят, в общем, мне кажется, они больше денег на SEO заработали, чем на SEO. Слушай, но ты же проплачиваешь МПС-статс, да? Да. Сколько он стоит? Я плачу самый базовый тариф 4 800 в месяц, тоже могу, ну, блин, есть... Подожди, самый базовый тариф, там, где есть вся аналитика твоего кабинета, то есть, вся аналитика всех твоих товаров, все ключи, там, по... за любой, как бы, там, сам начало цикла жизни, цикла товаров. Это, это в МПС-статси я крайне рекомендую, пользуюсь, вот, там просто профессиональный тариф 30 тысяч стоит и 80 километров. Ну, вот 30, да. Ты просто платишь деньги в таком случае за то, чтобы получить кучу, огромный объем данных по всем товарам и их ранжирование по ключам за, там, предыдущие, там, три месяца. Это, ну, я этим не пользуюсь, мне обоснованно дорого, и можно, там, в MarketPub и том же, такие же, ну, по сути, да. У тебя есть... Ну, в том случае, импостатси ты используешь в основном для своих товаров. Тебе не нужна внешняя аналитика, там, опять же, аналитика по товарам, вот это вот, то, что как раз-таки показывали в видосе импостатси, о котором мы говорили, у тебя это только свойдет. Окей, мы сделали SEO, но смотри, помимо SEO есть же заполняемость, карточки, нужная категория и все остальное. Плюс на ВБ, на самом деле, категория, это полный ужас, ну, лично для меня, когда я там раз пытался это сделать. А именно по той причине, что там категория у тебя, ну, и на зоне то же самое. У тебя одна категория пишется в карточке у клиента, а у тебя она вообще другая выглядит. То есть, как правильно все это заполнить, как понять в один момент? Где почитать? Я, еще раз, как сказал у Феонова, там достаточно неплохо ребята работают по категориям, то есть они заполняют там определенные слова в характеристике. А я тут немного не про то, а когда у тебя не в описании именно, а вот эта вот вся карточка, которую ты заполняешь именно на ВБ, я понял? Где у тебя, соответственно, ты же в карточке заполняешь категорию, опять же, там все его характеристики и прочее, вот это вот, или это просто в твоем случае все уходит? Все уходит, да. они тебе сразу все присылают, вот, так понятно. Попробуй купить, там 1200 по-моему или 1300. Серьезно? Да, очень хорошо. Окей, дальше по инфографику, ну здесь на самом деле все понятно, потому что на этом канале есть миллион всего, но хочешь твое мнение услышать. Ты, мне кажется, посмотрел больше, чем я о ней в какой-то момент, и у тебя гигантский опыт в плане ее аналитики, в отличие от меня. Моя аналитика связана в основном с дизайном и тем, чтобы он отличался, твоя аналитика связана с цифрами, ну, хоть по стольку, поскольку это можно сделать. Как понять, что инфографика хорошая? Очень сложный вопрос, я знаю. Сложный вопрос есть. Есть действительно куча, очень большое количество видео. То есть я как сделал вообще, когда я обучался инфографике, я со всех курсов, которые у меня были, то есть со всех видео в YouTube, все возможные, я просто сбрал, что люди считают нужно писать в первую фотографию, в вторую фотографию, в третью фотографию, в четвертую фотографию. То есть я собрал огромный там, то есть пул мнений, не ориентировался там на одного крутого эксперта, который сказал там вот туда-сюда пишите. Я просто собрал все. И потом выделил основные моменты, на которые все сходятся. То есть там, то, что там первая фотография, там основные преимущества, которые чтобы выделилось, чтобы человек кликнул, просто то, что тебя отличает. Там вторая фотография, закрыть основные боли. Но также по сути, по сути можно и в первой фотографии закрыть основные боли. Вот не знаю, если у вас что-то крепится к стене, я просто продаю такие товары, и у всех товаров, у всех людей это там крепится на сверлении, а у меня крепятся просто на определенные там липучки, То это, конечно, нужно выносить первое То есть это основное конкурентное преимущество Я выношу на первую фотографию Ну просто вот эта информация, она будет не новая Просто вот как бы рецепт Понимания инфографики, на мой взгляд Это собрать, как всего, наверное В этой вот сфере Просто собрать огромное количество Данных, экспертных мнений Как бы через свою голову Пропустить каким-то родственным образом И сделать для себя шаблон Я сделал для себя шаблон, в принципе, по нему стараюсь Делать инфографику Ну смотри, я думаю, что можно сказать Чтобы на самом деле универсального рецепта Какой-то инфографики нет Ну нет уже того, что ты такой Я могу сказать, как тестить То есть Если я делаю тесты, то я беру Основной ключевой запрос То есть к этому товару Который дает самый большой сетям Еще раз могу сказать, например, губка для автомобиля То есть это категория губки для автомобиля Там есть разные губки для автомобиля Есть губка полируя для автомобиля Которая полирует там, видимо, царапины Она делает Валирует автомобиль И ты вот понимаешь, что нужно именно этот запрос брать Ставить по нему рекламу Понедельник, вторник, четверг Ты ставишь по нему рекламу Понедельник, вторник, четверг Замеряешь там И обязательно там только определенные позиции Третья, четвертая, пятая Даже нет, даже третья, четвертая нельзя Потому что третья, четвертая позиция Она сплавающая в выдаче Валбарет То есть я ставлю вторую или первую позицию Потом откручиваю по ней неделю Замеряю, замеряю С одной и той же ценой И без участия в акции Потому что это все влияет И замеряю CTR Далее ставлю вторую Прогоняю также неделю Замеряю CTR Дается После этих замеров Понимаешь, какой CTR больше Это уже не сложно Дальше сделать И ставишь такой дизайн Вообще в инфографике Я рекомендую ориентироваться на конкурентов То есть смотреть Какие идеи SEO Какие идеи дизайна подходят Использую там топ Топ-5 выдачи По вот этому вот запросу Смотришь, берешь основные идеи оттуда Делаешь свое ТЗ Потом делаешь Также берешь основные идеи Делаешь еще одно ТЗ Но уже другие там Как бы идеи дизайна Понимаешь, какой лучше конверт Можно там Там выбрал Не знаю Губка на автомобиле Или губка там на руке Или губка на руке в автомобиле Или просто губка на фоне Пенном Да, вот разные идеи Вот это вот Выбрал определенный Понял, что вот именно Именно эта губка там На автомобиле конверт лучше Начал дальше углубляться в то Как расположить губку на автомобиле Более правильно Там с фоном играешься С другим Чтобы еще внутри этой идеи Как бы конкретизировать Где получить самый большой CTR Вот такая логика в основном Ну, при этом для начинающих И тех, кто там Возможно, свои первые укладывают Уточним, несколько моментов Наверное, достаточно важных И про которые мы с вами тоже уже говорили О том, что, ну, во-первых CTR Ну, при условии того Что дизайн одинаковый И точнее информация на нем одинаковая Понятное дело Мы можем по нему замерять Но при этом CTR же не является главным Главное все-таки Это раскрыть осмыслов А их уже никак в цифровом формате Не следить И второе Это, соответственно, про то Что все-таки Когда мы смотрим на конкретных Я бы тут даже, наверное, скорее Сказал, не знаю, согласишься или нет То, что как раз-таки Здесь обычно все это выглядит Как белый шум Там куча, знаешь, белого шума Вот, я не знаю С назальными аспираторами Или как правильно Для детей Есть такая история Что у тебя вся категория Это голубой фон Вот, типа, вот эти Все одно и то же А, ну, самое простое Ну, окей, но сделайте Вы не голубой Сделайте вы хотя бы Сделайте просто дизайн Уром Ну, и, кстати, не обязательно Вот, второй дизайн Который ты делал Очень круто Тоже выглядит Парень Вот Давай дальше Видео Про то, как его искать Я так понимаю Ты же его берешь Не только 1680 1688, да Но и из каких-то еще Дополнительных источников Да, да, да Просто берете Ну, тоже, блин Ничего сложного нет Никто меня этому не учил Просто берешь фотографию Пробиваешь через Google Lens Там Через 1680 смотришь Может быть, в Яндексе Кто смотришь То есть, тоже там По похожим картинкам Заходишь везде Берешь видео То есть На какие-то товары Просто достаточно Как бы Они успешны на Amazon Ты можешь выбрать товар Смотришь А он уже успешен на Amazon Если он успешен на Amazon Там достаточно много Неплохих видео Просто берешь видео оттуда Не, ну, на Амазоне Вот я подсмотрел Наверное, самое крутое Это то, что они делают Озвучку видео И ты все время можешь его взять И сделать русскую вообще Да, вообще Амазон Но Амазон Впереди планеты всей Все-таки, мне кажется С точки зрения Раскрытия смыслов товаров То есть, там нету Инфографики какой-то Суперкрутой Если посмотреть В принципе, по странам Но я когда смотрю Под товары Там, опять же Под которые сам Инфографику делаю Либо же там свои какие-то То раскрытие Именно смысла товаров Какие-то заголовки И прочее Как по мне Амазон И, как ни странно Алиэкспресс Как правило Вообще здесь Впереди планеты всей Потому что Я в какой-то момент Удивился Что на Алиэкспресс Не говоря о дизайне Говорим на контенте Который есть на товаре Там огромные лонгриды С которых прям Супер много Чем Алиэкспресс 1688 Я вообще Когда ищу Основные смысли Для товара Вот да Спрашиваю Откуда их брать То есть Я на самом деле Перевожу просто Все возможные картинки Которые я нахожу По этому товару Или похожим товарам В нашей 1658 Или Алиэкспрессе Или Амазоне То есть я просто беру Огромный там Ну вот там Текст там Через Если мы не говорим Амазон Берем там Копирую текст Переводчик И выписываю Отдельные смыслы Выписываю Отдельные смыслы С Амазона Далее зашел Похожую картинку Начинается с 1888 Перевел Все возможные картинки У них тоже там Достаточно неплохая Инфографика И самое главное Что у них Очень хороший смысл Который они дают То есть В чем этот товар Лучше Его основные преимущества Перевел Записал И потом уже Сам начинаешь думать То есть я далее Начинаю думать Какие смыслы Поставить на первую фотографию Какие смыслы На третью На первую То есть что со мной То есть Вот именно смыслы Их очень сложно Из головы придумать Их нужно смотреть Как же я Опять же Как сказал У конкурентов У Ну опять же У нас Да это зависит От категории Потому что Как ты сказал Вот эти вот На голубом фоне Там вряд ли Хороше делают ребята То есть Но если вы сходите Конкуренты ниши Там уже Скорее всего Неплохо делают Делают топную инфографику Скорее всего Если они Не в топе Из-за цены Далее 1688 Перевод всех картинок И Также Вы представляете Есть функция Ты вводишь Пул артикулов И он тебе выдает Как бы Основные смыслы То что пишут В комментариях К этим артикулам То есть я этим тоже пользуюсь Бывает там Какому-то товару Пишут очень часто Там То что он важно То что он Средней жесткости Вот людям В России важно То что вот этот товар Именно средней жесткости Но почему бы Не написать на первом фотографии Если все пишут в комментариях Что Я очень классно Что на средней жесткости Что это Это товар Средней жесткости Ты даже смотришь И отзывы тоже Правильно На подобные товары Потому что Я раньше смотрел Вот сейчас просто Можно говорю Прям Берешь там Подобных товаров 20 артикулов Закидываешь в Мпостат Там по-моему В студию Не знаю В каком разделе Найдете там Вот эта функция есть И он сам анализирует То есть все отзывы Собирает За последние 100 дней Или можно за все время И выдает тебе Основные смыслы То есть за тебя идет Раньше читал Выписывал Но сейчас это упростилось Ты не пробовал никогда Интервью делать С людьми Которые бы это купили Еще раз Ну смотри Ну обычно UX интервью называется И так далее У меня просто Некоторые клиенты Так делают История когда Ну давай к примеру Я не знаю Если бы мы продавали Косминь Ну окей Ладно Давай на моем примере Если бы мы продаем Миски для кошек То мы их отдали Соответственно Человеку У которого кот И потом он рассказал О том Что ему это будет актуально Но ты не делал Соответственно Я так не делал Ну если я Я прошу людей В основном Если я выбрал товар То есть к примеру Выбрал определенный цвет Вот Точнее выбрал определенный товар И у этого товара Есть много разных цветов Или выбрал там товар И у него просто Много разных разновидностей Там много разных вазочек Я просто там Выбираю самые красивые фотографии Этой вазочки Отправляю всем Своим подругам Маме Ну в общем Всем знакомым Девушкам и женщинам Которые бабушки даже отправляют И это очень интересно Понять Потом берешь Выбираешь основной средств И очень часто Очень часто Он В 80% случаев Никак не совпадает С моим мнением Какой цвет Товар нужно закупать То есть Это реально работает Реально То есть То есть Вот как Как девушки И женщины Выбирают товар Там Если ты на основе Десяти девушек То есть Там ставишь Ксалит таблицу Там плюсик Минусик Будешь ставить Там вот эта девушка Выбрала из этих десяти Вот эти два товара И если этот товар Набирает больше всего плюсиков Скорее всего Там Намного повыслялся Вероятность того Что он зайдет рынку Блин Вайлбрессе Потому что там В основном женщины Намного лучше Чем то Который ты думал Что он классный Ну а это на самом деле Работает со всем Там я не знаю В дизайне Когда ты логотип делаешь Словно сделать Десять вариантов Или десять названий Покажи это Еще десяти людям И как правило Ты Пускай минимальный срез Но если этот срез Связан хоть как-то С твоей целевой Там я не знаю Если мы говорим Про таблетницы Те же самые То окей Давайте мы покажем Тем, кто будет Ими пользоваться Он как правило Это и работает Это самый простой способ Аналитики Который мне кажется Доступен Ты хоть как поймешь Особенно когда Ты продаешь женские товары Но ты парень И ты такой Окей У тебя вообще В голове же совсем другое А там ты не понимаешь Что происходит Окей Смотри Про это обсудили Если мы говорим Про акции ВБ Как во-первых Поставить цену Чтобы потом эти акции В минус Не завигачили И в каком формате Ты это делаешь Ну считать Юнит экономику В первую очередь И вот Чем я пользуюсь Это то что у меня Очень многие товары Они связаны Друг с другом То есть в одном товаре Находится В одной карточке Карточки связаны Друг с другом Получается что даже Если это не разные Цвета товара Просто разный товар В этой категории Можно их связать Ты заходишь Сначала там Ну это наверное Известная схема Что ты просто Заходишь сначала Одним товаром в акцию Человек когда нажимает На этот товар Потому что он зашел в акцию То есть В адрес На него смотрит И он может купить и другие Потом Этот товар в акцию Отработал Повышаешь обратную цену Следующая акция Ты снижаешь цену На другие товары Которые были подвязаны К этому Вот так я в основном В основном делаю Блин Это кстати очень крутая мысль Я даже не думал И еще я делаю Если К примеру я понимаю Что Товар заканчивается Я не успеваю его подвести Я просто повышаю цену То есть Не так что в последний момент Я в принципе Постараюсь растянуть Чтобы Прямо к тому моменту Когда я завожу новый товар Новую партию товара Там оставалось буквально 10-15 единичек Этого товара И так как Вайлберс видит Что он на протяжении месяца Пока у него его не было В достаточном количестве Не продавался По высокой цене Там Следующая акция Я сразу снижаю цену И соответственно Завожу много товара И это достаточно сильно Пушит Позиции Которые он потерял Из-за высокой цене Ну то есть В связи с тем Что мы изначально Завышаем стоимость Чтобы потом попасть Под акцию Она абсолютно работает И так плюс-минус Все ее делают Окей Про самовыкупы Самая такая Знаешь Интересная тема В плане того Чтобы говорить об этом На фонкарте Но в любом случае Давай хотя бы коротко Какой-то небольшой совет Я не делаю самовыкупы Правда Я делаю только первые Несколько отзывов Ну потому что Правда повышает Очень сильно конверсию Это в принципе очевидно Что если товар С там 3 отзыва Хотя будет По 5 звезд в начале Это даст им Большой пуш в начале Но я не делаю самовыкупы Просто Это пошло исторически Потому что у меня изначально Не было денег на самовыкупы Я не выкупался Когда у тебя там 50 тысяч Все в товар отдал Ты на сколько На самовыкупу можешь потратить Поэтому нет Это наверное для больших бюджетов Сейчас вайлберсет Начинает урезать В основном Стараюсь делать через рекламу Сервисы И разные сервисы Ну которые Сервисы Которые продают рекламу Наверное Не очень популярный сервис Но на который я буду приходить И Есть еще разные сервисы Там кнопка бабло И так далее Но я слышу миллион мнений Что Сейчас у ВБ Становится реклама Такая же крутая Как и Озона Грубо говоря Потому что в Озоне По сути Тебе выкупы не нужны Там у тебя даже С нулевой карточкой Хорошо оформлены Рекламу включаешь Которая абсолютно Все за тебя делает Иначе ничего не надо И все работает То же самое и у ВБ То есть реклама ВБ Может уходить в плюс Я уже скорее Она уже давно Очень может уходить в плюс Эту идею взял с Фогуртса Опять же очень рекомендую Всем читать этот канал Как я настраиваю рекламу Я беру Самые Запросы Которые У которых Самый большой CTR Там все индивидуально Конечно же Но вот чаще всего Схема такая Я распрою рекламную Компанию На две Разные рекламные компании Одну Первую рекламную компанию Я рекламируюсь по плюс фразам Вторую по минус фразам По плюс фразам Я рекламируюсь только Только По фразам Которых очень большой CTR То есть они релевантны Для моего товара И там я готов ставить Более высокую ставку И конкурировать Там за топ-5 Места рекламной выдачи То есть это Цена за клип Получается адекватная Из-за высокого CTR Также есть запросы То есть если я продаю К примеру Баночку для воды Спортивную То очевидно Что вряд ли будет Высокий CTR По запросу Баночка в школу Для воды Ну то есть реально не будет Но при этом Что я понял Что как бы Не имеет смысла Не показываться По этому запросу тоже Если Авалберс очень часто предлагает Там на самых низких местах Купить Купить рекламу По 50 рублей За 1000 показов Это очень выгодно То есть ты просто Через минус фразы Отминусовываешь Все свои хорошие фразы Которые были Соответственно В рекламной кампании Через плюс фразы Да Отминусовалов И по ним Там ставишь Ставочку 75 рублей Тоже очень хорошо работает Получается низкий CTR Но очень низкая цена За клик Что в принципе Тоже дает Дает заказ Ну а если мы в принципе Говорим про внутреннее Продвижение на ВБ То где ему учиться Что нужно смотреть Все так же самое Ты идешь на Хогвартс Ты идешь на импостаты В целом Если мы в принципе Будем говорить о том Где учиться Кроме этого Что еще Блин Ну Но Хогвартс Очень подробно пишет То есть если Считать не только Хогвартса Еще и комментарии Под Хогвартсом Также у Хогвартса Есть канал в Ютубе Я тоже крайне Рекомендую Блин Он очень крутой В плане смысла Я смотрел там Несколько видосов Но это невозможно Иногда слушать То есть там прям тяжело Ты на максимум Выкручиваешь Типа Ну ребят Купите микрофон Просто И все И будет отлично А так да Смысл классный Правда Правда очень хорошие ребята Там Ну Ну как Если хотите Можете купить обучение По сути Блин Все обучение На Ватбрисе Насколько я понял Это Просто пересборка информации Которая есть В открытом доступе На самом деле По сути да Потому что Если Допустим Там я смотрел Обучение по ВБ И Ну мне было интересно И если мы возьмем то Что ты можешь взять В открытом доступе То скорее всего да Это как правило Там что-то пересобрали И прочее У меня так было с Азоном Я долго искал там Курс по Азону Потому что мне Азон Просто интереснее самому Я никогда в жизни Ничего не покупал На ВБ А на Азоне Типа у меня в день Там по 2-3 заказа Своих личных То что я покупаю И поэтому мне просто Интуитивно понятнее было И я когда смотрел В один момент Понял что на деле Нету прям хорошего Обучения по ВБ И по Азону Есть какие-то там Нишевые там Условно вот от Хогвартса Которые будут там По рекламе И прочее И ну Там опять же Под хорошими знаниями Обычно скрывается Плохая картинка К сожалению А там где есть хорошая картинка Там наоборот Идет что-то более базовое Мотивируешься И пойдешь создавать Но в целом Ничего особого не будет И да Обычно самое лучшее обучение Это там я не знаю Либо внутреннее Либо же то Что ты просто будешь тестить И за счет своих денег Пытаться что-то понять Обычно твое обучение Это твои деньги на тесты Да и все Окей Если мы в принципе Поговорим про рекламу На ВБ Она есть поисковая Что у нас идет дальше В карточке товары Очень часто кстати В каталоге еще Крайне недооцененная реклама Очень много товаров Которые я рекламирую В каталоге Где очень Хорошо работает Реклама Ну вот Как бы обратите внимание На каталог В каталоге Это опять же В Когурсе про это писали Очень давно Уже не пишут Потому что это Блин Те кто понял Те поняли А кто не понял То и ладно Давай объясним Для тех вот как раз Кто не понял Такие же Какие каталог Что это И где это будет В каталоге Это Это если человек Заходит в категорию То есть он Мало кто так делает Но все равно Есть же определенный трафик Людей которые Ищут определенный товар Через категорию То есть там Девушка заходит В категорию дом Дали там Аксессуары Для кухни Там Подставки Не через поиск А поиск в категорию Вот так В этой категории Ты можешь Реклама Достаточно дешево Но это не для всех работает Это не всех Примерно есть категория Кухонный держатель Вот у меня есть товары В категории Кухонный держатель И там есть куча Ну вот на кухне Есть куча товаров Которые что-то держат То есть там Не имеет смысла В этой категории Рекламироваться В каталоге Потому что То есть Человек который заходит В этой категории Там он может Один процент людей Хочет найти Именно тот держатель Там для полотенца Или там Не знаю Для бумаги какой-то Который в тире То есть То есть нет Нужно конечно думать Там Если не можете подумать Просто протестить 500 рублей закинул На рекламу в каталоге Какой она там Цену за клик показала После этого решаешь Ставить или нет И в карточке Там с четвертое место Это известная ситуация Что там первые три места Приедает бюджет А там четвертое Пятое Ставишь ставочку На четвертое Пятое место И достаточно Низкий Цена за клик Получается Но если мы говорим О поисковой То запрос Это маркет папа Я так понимаю Маркет папа Вот есть еще Сурки Достаточно Неплохой сервис Но он более сложный Вот И кнопка бабло Еще раз Если хотите Хорошо рекламироваться То можете просто изучить Все посты Хогвартса По запросу Там реклама И правда Будет вся информация Про это То есть вот Если дать максимальную пользу То не нужно Самому что-то рассказывать Это можно просто Просмотреть реально Всю Вот все Что они писали Зайти Прочитать все комментарии Вы будете знать Реально намного больше Чем даже дают В курсах платных Смотри Дальше У тебя магазин такой Алиофикс прайс То есть у тебя есть Начинает Я не знаю Чуть ли не женская косметика Ну к минимуму Таблетница И заканчиваю автотоварами А это же было Несознательное решение Я так понимаю Просто потому что Вначале денег не было На какой-то конкретный И ты такой Ну вот возьму все самое дешевое Тут и получился магазин Правильно? Да, так и было То есть автотовары Они пошли Изначально С Шейна Потому что Таким образом Случилось Что вот у Шейни Была определенная губка Для мытья автомобиля И она стоила 80 рублей в закупке То есть я еще думал Дорого Будем покупать Не покупать Я купил вот эту губку Шейн потом После февральских событий Закрылся К сожалению В России Но я нашел эту губку На 16.8 Потому что Шейн Это одно и то же Это и есть китайские товары И таким образом Вот развился Небольшой магазинчик В автомобильных товарах Окей А у тебя получается Внутри ИП Есть несколько магазинов Правильно? ВБ дает Это сейчас Да, да, да Ну несколько брендов Но там Ну бренд Да, магазин по сути Один остается Окей Не было никакой идеи Сделать там допустим Еще одну ИПшку И пойти по конкретной категории Потому что я так понимаю В любом случае В какой-то степени эффективно Но мне интересно Там опять же В какой Потому что есть ощущение Иногда Что как будто бы Ну ты не сильно много терешь Если ты делаешь магазин Вот а-ля фикс прайса Потому что Ну если он существует в жизни То почему бы Не сделать такое же Ну вот есть разные стратегии Здесь Есть конечно идея Именно сделать Какой-то бренд То есть на самом деле Даже не важно Какой у вас бренд Я так понимаю Потому что Ну на Валбресе сейчас Очень много людей Которые Сделают бренд Там какой-то Дизайн бренда Да, поставили его Как бренд На Валбресе И Закупают 1688 Просто Вот этот вот С лого С лого этого бренда Товар Абсолютно идентичный Тем, что и без Залога можно закупить Просто там платишь Один юань За то, что они 50 И просто Намного больше доверия К тебе Как К бренду Возникает И Это повышает Достаточно Лояльность Аудитории И так далее И Можно просто Можно Расти в позициях Намного выше То есть Вот есть такая еще теория Вот важный момент То что Каждый товар Перед Перед входом В Перед тем Как ты его выставишь На Валбресе Условно у него Есть какая-то оценка Ожидаемости То есть Оценка Насколько Оценка Ожидаемости От этого товара Твоей аудитории Просто аудитории Валбрес Я под этим понимаю Что К примеру У тебя есть Очень хороший товар Это значит Что ты будешь В топ 5 В этой категории Потому что Он Эта цена Эта инфографика И этот товар Он Он соответствует Ожиданиям аудитории И твой товар Двигается из-за этого В топ 5 А есть товар К примеру Ты не очень завел С высокой ценой Или сам товар Он не нужен рынку И из-за этого Он Не идет выше То есть Основная идея в том Что Что У каждого товара В данный момент Времени Есть определенная Позиция выдачи По этому По определенному ключу Который он может занять Который он может занять Вот Обладая определенными параметрами Вот такая идея И Ну на это нужно Обращать внимание В принципе Это основной момент Который вытаскиваете Вот А ты как-то Стимулировал Лайки на магазин Ну то есть Была какая-то попытка Что-то сделать Чтобы их было больше Потому что У тебя они есть В любом случае Самостоятельная история Там от людей Либо же это как-то пыталась Лайки на магазин Это По-моему Подписчики Да Которые вот Да Да По-моему Я покупал Я вот уже честно Не помню По-моему Это купленные были 400 лайков Да блин Это может повысить Там Конверсию покупку Может на 0-1% Но Основной момент Это нужно Хотя бы добавить В ваш бренд Какую-то фотографию Там Чтобы это не было Там розовый фон ВП Типа там Ваш бренд И розовый фон Это Вот это Это точно Ну Это совсем уж База Не нужно так сделать Ну лайки Может как-то повысить Я не знаю Я сделал Ты пытался Как-то стимулировать С помощью печатки Сейчас Понятное дело ВП уже запретили Эту историю И сейчас Это будут штрафы Когда-то Все это делали И достаточно спокойно И за отзыв 150 рублей давали Ну плюс Какая-то листовка Опять же Как Паша не помню фамилию На лекции Импостат Да Рассказывал историю Про то Что они делали Очень классный Телеграм-бот Который стимулировал Всю эту историю У тебя было Что-то подобное Нет Честно говоря Я не делал Но Мне кажется Это уже для тех Ребят Которые хотят Прям Прям В каких-то Больших крупных книжек Я так не делал Если честно Не знаю Я не вижу в этом смысла На старте То есть Я не вижу Это смысл на старте То есть Товар 10 отзывов Если у вас Если у вас товар хороший То его будут покупать И будут оставлять отзывы Если он не очень Будут покупать И оставлять не очень хорошие Слушай Я иногда удивлен На том Что даже есть товар Не очень На самом деле Там нету Какого-то гигантского Количества плохих отзывов Типа Вот допустим У меня приехала Китайская миска Вместо нормальной миски И я так думаю Ну все Это жесть будет И мы нашли Подобную миску Там ну все то же самое 5 баллов Хотя в моей логике За это я бы вообще Был Типа Ну а что делать Продавать приходится У тебя же тоже явно Была ситуация Когда приходил Не тот товар Правильно? Да-да Меня тоже удивляет У меня есть товар Вообще там где отзывы 4.1 То есть Очевидно что товар Ну ломкий То есть я закупил партию Мне нужно его распродать И реально покупают То есть Да действительно Как-то просто Нет Не нужно ориентироваться На свое мнение О том что Это товар некачественный Из-за этого не продавать Если пришел Не очень товар Что ты заказал одно Приходило другое У тебя же был Ответочный был Да-да-да У меня такое тоже сейчас было Я как делаю То есть я к примеру Завел Ну то есть выбрал товар Выбрал товар Который я буду продавать И на 16.08 Есть куча продавцов Этого же товара То есть ты просто Забиваешь поиск Похожих фотографий И просто выдается Огромное количество И вот если я начинаю Выбирать товар Я смотрю Он пришел Ненадлежащего качества То есть если это совсем Не имеет смысла продавать Ну совсем уж плохое качество То тогда я просто заказываю Там партию у двух разных продавцов Там не по Не по там 100 штук Первая партия Там по 50 штук У двух Просто чтобы как бы Разлить риски Да Потому что уже мы понимаем Что есть где-то завод Который печатает Этот товар некачественно То есть мы пытаемся Понайти Как бы товар Этот с качественного завода А также Что я делаю Тоже вот важно Я завожу товар Да определенный Я начинаю его продавать И потом я смотрю Предложение других продавцов Бывает что товар Скачет по цене То есть один и тот же товар Есть короче дешевый Китай Есть дорогой Китай Есть средний Китай И все это будет На вид один и тот же товар То есть там Я бы продаю кисточки Там совсем То есть там может быть Кисточка делает Китай Из Какого-то дешевого там Пластика Вот эта вот Щетина Там есть там Чуть ли не из Ну вот животного происхождения Там щетина То есть разный Китай бывает разным Я просто Там продают и товар Все нормально Но я каждый раз Стараюсь найти Лучшее качество За минимальное количество денег То есть Заказываю разных посевчиков Чтобы смотреть И это часто срабатывает Конечно срабатывает иногда В другую сторону Но ты просто больше Не заказываешь У этого посевчика Который привез тебе Этот товар некачественный То есть Ну а фотки У всех китайцев А у меня другая история была Я заказал у одного Мне пришло качественное Заказал у того же самого Через месяц И пришло уже Ну тебе Ты такой смотришь Как так Это просто Я так понимаю Что это просто ребята Которые перекупы То есть Они закупают Большую партию товара В С какого-то завода Соответственно У них низкая цена Из-за этого И они припродают То есть Видимо И что-то не сложилось С одним заводом Они закупили у торгового И продали тебе Смотри А в момент февральских событий Я так понимаю Ты же уже на 1688 закупал Нет Мне просто интересно Как люди себя ощущали Когда юань пошел Туда же Куда и доллар И Ну принятное дело Что люди закупали Но история Я закупал Что я закупал с Шейна У тебя еще хуже случилось Да Я закупал с Шейна Шейна вообще перекрыли То есть Я вот тогда Тоже думал Ну все Видимо Очень хороший был начало Спасибо ребята Я пошел Скорее всего Буду дальше продавать Нам настольный защитный кран Ну нет Я Я В принципе Нашел этот же товар На 1688 Сначала Понял что это китайский товар Как бы Нашел его на 1688 Потом Написал во все чаты Вот эти вот Телеграм чаты Дайте пожалуйста мне контакты Хорошего карга Дайте контакты Хорошего карга Откликнулись Там 20 людей Я Списался С всеми 20 людьми Которые дали свои контакты Или там Они дали контакты Других людей Со всеми связался Списался В принципе Понял Среднюю цену За килограмм По разговору Понял Кто адекватный Кто Какой-то кидок Блин реально возможно Ну реально же могут кинуть На самом деле Тоже по сути И Как бы сказал У двух разных Карг Ну то Чтобы опять Диверфицировать риски Мне два человека кинули Конечно Было грустно Но Но у меня еще Вот ни разу Не было чтобы я кому-то Открыл деньги на веру И мне Не делали Какую-то работу Ну это у нас был прикол Которые Я так заметил Я вот Знаете Вот там Мало говорил Там В жизни Очень много Кто кидает Я вот С таким же Представлением Заходил на Ватберс Ну сейчас Меня там Кинут На самом деле Нет Ряд Вот Ни разу Не было Слава богу Пока что Так что Вполне неплохая Стратегия Написать Все чаты И найти Карга И кстати После Фернесс События Я заказывал Там по Икс Стоимости И даже С этим Безумным Скачком Доллара Мне все равно Я товары смогу Скупить Те же самые Дешевле То есть Даже после этого То есть По сути Это на меня Вообще Благодарю Ну в твоем случае Да Ну что же Заговорились Смотри Я хочу Последнее Это то что Во-первых Публичное появление Надеемся Что просто Не последнее И не только у меня Давай представим Что ты через 5 лет Сидишь Смотришь видео Что ты сказал Себя Блин Вот это Интересный вопрос Но Вот если я Если я Что бы я себе Сказал Тому который Только начинал Я бы сказал Что ну Не нужно бояться И думать головой Наверное Я бы то же самое Сказал бы Себе Теперешнему Спустя 5 лет А что бы Себе через 5 лет Скал Да Я бы Я думаю Что Да Я думаю Что Блин Не знаю Дай бог Что все удачно Будет Если честно Через 5 лет Ну Главное Не бояться Я так заметил То есть Просто Это есть какой-то Определенный порог Но реально страшно Заказать вначале Товар с Китая Но реально страшно То есть Даже выйти на Валбрис Страшно заказать То есть Это какой-то Определенный порог Который отсекает Огромное количество людей Вот если представим Что На Валбрис Было бы Зайти не страшно И заказать товар Не страшно То есть Не было бы никаких переживаний Тогда бы это делали все И все бы зарабатывали То есть Это достаточно такой Не Ну Просто порог существует Который можно пройти Я думаю Что так во многом Ну просто Просто продолжать делать Да мне кажется Это скорее Тикток в один момент Убил всю историю СВБ Я долгое время Знал об этом Но долгое время Не лез сам Ну и до сих пор Я лезу Ну там знаешь У меня история С торговлей Это скорее Торговля ради выпуска Торговля ради выпуска Чем выпуск ради торговли Типа То есть Мне скорее интересно Рассказывать про это Чем торговать самостоятельно И во мне В какой-то момент Убила именно из-за того Что я вижу постоянно Тикток Я вижу людей Там сидящих рядом со мной В кафе Которые говорят У меня на ВБ 2 миллиона Знаешь что-то такое И обычно за этим Скрывается какой-то Ну развод И вот эти вот парни Которые пришли Для того чтобы Там я не знаю Девушки И у меня вот ВБ это такая Знаешь заезженная тема До последнего И именно поэтому Здесь же и миллион людей Которых ничего не получается Ну потому что Все почему-то думают Что они сейчас купят товар И так далее И все у них получится Но при этом Мы не отменяем того Что с 5000 А как видео Лео Шевченко Ты до миллиона Чтоб дойти Тебе в итоге Надо накопить миллион И по итогу Тебе нужен Ну такой же риск Тебе тоже нужно Вложить нормальную сумму В идеале Чтобы иметь возможность Что-то в начале сделать Основной совет Это просто Нужно стараться быть Ну чтобы не быть Как все Которые Ну много наверное Которые заходят И не добиваются Никакого успеха Но нужно просто быть В каждом моменте Лучше чем все Я старался быть лучшим Чем все Чем хотя бы 90% Ладно Там в осе Разобрался глубже Чем другие Разобрался глубже В дизайне Чем другие Разобрался лучше Как искать товар На 16.8 Чем другие И вот это Из многих Вот эти вот Даже если ты лучше Чем другие На 10% Во многих вещах Это складывается То что у тебя Результаты Намного больше Чем 10% Лучше чем других То есть там Это складывается Большой рост Ну все Можно заканчивать Спасибо большое